Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео я расскажу, как прожить сахарным диабетом без инфаркта. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить важную информацию. В настоящее время появились современные классы сахароснижающих препаратов, в том числе и инсулина, которые позволяют достаточно хорошо контролировать уровень гликемии, то есть уровень сахара у больных с сахарным диабетом. Это приводит к тому, что количество смертей от комы, то есть от того, что сахар крайне высокий, она практически исчезла. И главную роль сейчас играют осложнения сахарного диабета и, прежде всего, сердечно-сосудистые, связанные с поражением артерий питающих сердца, головной мозг, почки, нижней конечности. Происходит сужение и окклюзия, то есть как бы закупорка этих артерий. В нашем центре это, по сути дела, единственное медицинское учреждение в нашей стране, где осуществляется помощь больным с сахарным диабетом с поражением различных органов, в том числе одномоментных операций и на сердце, и на артериях нижних конечностей. Более того, у больных с сахарным диабетом очень важен такой вот командный подход с привлечением врачей различных специальностей, только тогда можно добиться каких-то существенных результатов. То есть тогда, когда и кардиолог, и гнойный хирург, и специалист по диабетической стопе, эндокринолог, нефролог, окулист работают вместе как бы в одном коллективе. Это позволяет не лечить какую-то отдельную, как к пуговицам претензии есть, нет, а именно рассматривать сахарный диабет и больного с сахарным диабетом в комплексе. Пациента зависит много. Как раз если это острая ситуация, у него внезапно стало плохо, он вызвал скорую, от него ничего не зависит, то, мы говорим, и больного с сахарным диабетом – это хроническое заболевание. Здесь очень важно ему регулярно приходить на осмотр, на обследование, это несомненно. Потому что тут надо разделить две вещи. Первое – это оказание квалифицированной помощи тогда, когда уже проблема есть и она достаточно серьезная. Но второе, намного более важное, и все это прекрасно понимают – это не допустить этого, для того, чтобы не развилось подобное состояние, чтобы не было такое сужение артерии, экзакупорка. Для этого нужно и контролировать сахар, и артериальное давление, и, простите, не курить, достаточно объем физической нагрузки выполнять, и контролировать уровень липротеидов, холестерина в крови. Как правило, у больного появляются какие-либо жалобы, либо на боли в области сердца, либо на дышку, либо на какие-то эпизоды сердцебиения, либо на боли в ноге или в ногах при ходьбе. Тогда он приходит к врачу, и в том числе в нашем центре, дальше при необходимости он проводит тот или иной вид обследования, и при наличии показаний уже дальше он проводит операция. Операции достаточно дорогостоящие или крайне дорогостоящие, но, слава богу, у большинства больных они выполняются либо по федеральным квотам, за счет высокотехнологической медицинской помощи, либо средств обязательного медицинского страхования. Не надо бояться сахарного диабета. Современные достижения медицины, современные лекарства, операции позволяют контролировать это заболевание и жить полноценной, радостной, долгой жизнью. Чтобы записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok